Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и этим видео я начинаю очередной ФФА-сериал. На этот раз игра на шестерых. Проходила она в рамках моего второго ФФА-турнира. Причём это моя не первая игра в этом турнире, но я решил начать с неё, потому что... Ну, о причинах я лучше расскажу в конце партии. Я играю за инков. Против меня Киликон за Эфиопию, Ниндзя за Египет, Хуэмай за Австрию, Делит за Зулусов и Джампер за Ассирию. Так как ФФА-игры обычно продолжаются долго, то партия разделена на серии. Выходить они будут через день или два после предыдущей. Приятного вам просмотра! Ты там правильная вещь в прошлой игре говорил. Вот почему завод может так долго? Потому что у кого-то есть вот дополнительные эти DLC, особенно с картами. Вот DLC с картами, знаете, вот эти всякие там? У меня все есть. У меня все есть тоже, да. Так вот, а у меня, например, оказывается, двух DLC не было с картами. Ну вот, да, да, это понятно. И желательно всем это отключать. Они изначально пишут, что конфигурация игровых данных нет. Он все равно, все равно. Да, ну. Как-то у меня не инковское место. Ну да, у меня, в принципе, две и подряд, это Тундра, что за дела? Ну я бы... Чем разменное. Я бы тут все равно ставил город. Ну не прям отбывай. Место, в принципе, шикарное. Хауэ. Я не знаю, что надо делать. Избегать куда-нибудь. Я бы тут поставил, честно говоря. Нельзя первым номером еще и играть за гигида, да? В смысле, ты тебя срываешься? Я давно в целом не уехала. Так, стратегический баланс у нас включен. Значит, пойдем... Боже, смотрите. Нет, дайте, что мы пойдем в амбар. Я построю амбар ради четырех... Так, и мне надо скаутов. Ну, пангея у нас. Слушайте, у нас же пангея, да? Я там не пропустил ничего. Да, пангея. Ну, настройки чекали, так что, по идее, я ничего там не смогли. Ну, я помню, что низкий уровень моря, а все остальное рандомно вроде, да? Да, 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 да. Все простое. Судя по всему, у нас возраст как раз пять лет. Потому что вообще никакого. Ну как, у меня есть. У меня парочка стоит. У меня не просто парочка. Еще, наверное, в пустыне. Да, парочка, ты еще на воде, то есть, а караванчик еще есть. Я на воде, с рекой, и все вокруг в пустынных холмах. И озеро Виктория рядом. Перемежающийся оазисами. Ну и озеро Виктория вот сейчас найду. Я не нашел про одну, думаю, будет сейчас. Ой, я не хочу это такое, я вчера такой сарой повоевал. Блин, и сразу два жителя уже. Ну это, конечно, охренеть. Чуть технологию поднял. Правда, нету гор, то есть я свои... Вот это мое уникальное здание... Ой, не здание, а улучшение. Где тут оно? Вот, терраса. Требуется... Они только рядом с горами работают. Ну как, вообще, на самом деле, я их могу на холмах и без гор строить, но смысл их без гор строить, если они дают дополнительное яблоко, если рядом горы. Подождите, я что-то пропустил. Инки без холмов? Да. Да, отманывает. Инки на воде, по крайней мере. Да, я на воде поставил. А что с халявной технологией? А, мне же, блин, еще по холмам надо бегать. Да, Леша. Почему с халявной технологией? Может, у тебя четыречка появилось на дороге? Ты демографию откроешь? Да. Вот, нельзя более... Сразу видно, кто более сообразительный. А жизнь? Это более опытный, может. Понимаете, что давайте лучше... Ну, а ты, кстати, чительство жителя находить. Я предлагаю... Культура чительней? Нет, я предлагаю, короче, сделать так, чтобы Леша поставил все на производство, и он у него умер. Так бы... Не смешно. Хорошо, нельзя так и сделаю. А вот и Теха, блин. Я еще и Теху, и как раз животноводство. Блин, я тут сейчас отъемся, просто вообще трындец. Барвары у нас же обычные. А вот и горы, кстати. Да. Вон КГшка. Я первый как манду. Сейчас я еще и... Блин, боже мой. Я сейчас еще и... Пантеон возьму. Ну что, брать, наверное, на оленей на лагеря Пантеон. Судя по их тут количеству и то, что я в тундре... Как-то все безрадостно, конечно. Ну, это же обычные, по-моему, геники, юшные, чуть-чуть. Это трындец. У меня бы Голландия зашла шикарно. У меня тут, конечно, везуко... О, угора. То есть вот можно город под обсерваторию поставить. Голландия, это Польдерево-Болоте, это, на самом деле, такое себе. Так, где тут? Да ладно. Отличные места. Надеюсь, там никаких городов-государств не будет. Сейчас я в обратную сторону пойду. Ну, пока выглядит как традиция, потому что соседей рядом нету, местность непроходимая, а жрачки просто немерено. Просто немерено. Так, на этом все-таки монумент. После монумента давайте рабочего. Так, что мне надо? Мне нужен календарь и, соответственно, лагеря. Еще вырубку леса, кстати, надо. О, а вот место и для третьего. Ну, может, и для второго. То есть у меня места на воде для отъедания столицы есть. У меня просто офигенно. Это такая везуко. Ну, не совсем, конечно... Это не совсем инковский старт. Да, ну, у нас... Так, знаешь, сначала вырубку, наверное. Вырубку, потом календарь, а потом охоту. Вот так. Опять домики не получится построить. По умолчанию задайте волю, традиция, это такое. Какая-то пангея вытянутая. Я между кем-то буду, но при этом... Ну, всегда же можно договориться. Сейчас я найду тебя все-таки... Проход ко мне не очень. Тоже за перемирие. И за дипломатия. Блин, у меня скаут нашел в руинах апп и апнулся в эти говняные ингские пращников. Лучше бы я скаутом остался. Ну, знаешь, в плане розетки, они лучше обычных скаутов. Они хотя бы могут убежать. Скаутом не с кем надо податься. Если розетать, то они как-то прикольные. Зато у скаута плюс к обзору можно взять. Например. А эти... То есть скаута надо получить... Скаута надо получить 3000, чтобы получить апп. И после этого, в любом случае, надо будет хилиться. Кстати, мы забыли проголосовать по поводу там ученых всего этого. А, ну да, кстати. У кого какие... И ядер, кстати. Так, ну что, и лагерь начались, да? Ну вот, вот место тоже под город. Отлично. Тут... Правда, террасы будут немного давать, потому что всего лишь одна гора. Ну так что все замолчали? Я предлагаю играть с неожиганием ученых. Ну то есть... Долго их, да? Не, просто ты же знаешь, когда... Не, я тоже, в принципе, за это же. Что там хуэма? Я не вижу, что ты пишешь, потому что не транслит у тебя. Он пишет аул. Он пишет аул. В плане том, что его не слышно. Ох, сейчас просто шикарно получилось. Варвары вышли атаковать. Да, да, скажешь, спасибо. Народ, напомните, на воде у нас кто-нибудь был? Леша. Кстати, я что-то пропустил. А что по ядеркам у нас будет? Я предлагаю и без того, и без того. Вообще без ядерок вообще. Я за ядерок вообще. Да, вообще без ядерок. Я за ядерок вообще. То есть, давайте как, понятно, без первых будем, а вторых применяем или нет? Давайте в чат поставим плюсы и минусы. Плюсы за применяем, минусы за нет. Не, как-то без... Мы же без атомного оружия и так играем. Ну, ядерки, ты знаешь, аргумент тоже все равно. Так, это мы... Я пропустил. Мы за что голосуем? Минус это без ядерного оружия, да? Да, то есть вообще без ядерного оружия. Ну, собственно, тут уже получается хасту решать. Вот я оставлю плюс. То есть, вот как хуэмай решит, так... А он нас не слышит же, да? Я не знаю. Слушай, у меня такое... У меня такое странное чувство, как будто я на острове. Я, конечно, не полностью его еще... Ну, мне тоже, кстати... У меня пангея однозначно. У тебя какой-то проход должен быть. Ну, это очень странная пангея у меня тут. Я вчера играл, а у Ары был проход в две клетки просто. Все остальное было вода кругом. Слушайте, кто-нибудь хуэмай может вернуть в Дискорд? Я не знаю, куда он делся-то. Почему он нас не слышит? О, культурка. Блин, не знаю, кто может посмотреть, он вообще с нами или нет. О, его нет с нами. Все, перехинули там, или что-то еще. Этого я не знаю. Сейчас я ему напишу здесь. Блин, я тут... Селикон, но мы с тобой далеко есть, я так скажу. У меня такое ощущение, что мы на какой-то... Зимней карте, потому что у меня тут столько снега. Это обычная пангея, это все бывает. У меня стопатонтры равнины. На обычной пангеи, возможно, все, ребят. Это же верно. Слушай, ну вот у меня пустыня. Почему ты удивляешься? Ничему. Я уже ничему не удивляюсь. Короче, смотрите, у него такая проблема. У него, короче, ошибку пишет, типа не может на рабочий стол подключиться. Он шочет, не может на рабочий стол подключиться. Он так написал. Не поняла. Ну и сделай сейф. Видимо, получилось выйти, но... с последствиями. Я сохранял, сохранял. Я лично не чекалат, но может так. Можно проверить. Выхожу. Выхожу. Давай. Готов заходить. Отмазываю. Отмотал. Серьезно. Ну у меня заходится... У меня заходится вообще без проблем, кстати. Классно. Стопинги, в принципе, хорошие. То есть, по идее, все должно быть гладко. Меньше соток. Все, я в игре. Входит. Офигенность. Зулус, так мы будем с тобой воевать или нет? Ты можешь какие-то гарантии, да? Ну смотри, у нас столица не так далеко, в принципе. Не знаю, каждый по городу вряд ли, конечно, впихнется. У тебя соляной старт, понимаешь? Это как бы очень меняет дело. Потому что ты сейчас будешь жестко вырваться вперед. Мне кажется, Зулусу по барабану куда идти убивать соседа. Ну, на самом деле нет. По холмам могу. Серьезно, я ему сам это. Все время забываю об этом. Ему нужно еще зажить. Да, ну тут, конечно, такая территория. Тут, если кто-то рядом, то вот этот город... Тебе развитие целенаправленное, я не собираюсь. Ну так вообще я на отшибе. В принципе, я даже на четыре города есть места. Ой, тут еще Алексей, ёб. А, все-таки нашел меня. Ох, а кто у нас первый Эльдорадо встретил? Видимо, кто? Да. Блин, у меня уже вторая игра подряд, где Эльдорадо. Ну офигеть. Это не гарантия победы, что вы, ребята. Место плохое, Эльдорадо не поможет. Зачем мы его отжирахли? Вот мой человек, вот соляной старт. Место плохое. А вот то, что тут Килиманджаро рядом с Инком, это... Ну как, оно не совсем, конечно, рядом со мной. Оно скорее ближе к австрийцу, как я понимаю. То есть у австрийца у нас и Килиманджаро, и Эльдорадо, и соляной старт? Разберешься. А вы неправильно считаете, это Уинка, там, Килиманджаро. Не, не, я встретил австрийца где-то в клетках 15 от своей столицы. Вот ты Вильниктон встретил? Нет. Ну раньше времени панихуизе, у нас пятеро человек один. Народ, 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 вопрос, что мы по ядеркам решили? Мы играем со вторыми ядерками. Мы с ядерными ракетами играем. Окей. Все, вопросов больше нет. Еще, еще жители, класс. Прям зашибись. Класс, еще три. Офигенно. Вообще, конечно, у меня очень офигенное место. Какого там даже... Не знаю, какая штука там солей у людей, но у меня места, прямо вам скажу, просто класс. Так, ну это его убьет город-государство. Катя не хочет, чтобы я... Блин, надо было мне этого убить. Катманду хочет, чтобы я убивал. Катманду хочет... О, зашибись. Блин, а у него рабочий появился. Мне бы рабочего лучше спереть у него. Пускай сам убивает. Я сопру рабочего. Так, сколько стоит... Блин, у меня счастья нету. А, ну я могу все равно вырубить лес. Хотя бы. Ну, то есть, мне надо развиться и идти потом австрийца, видимо, выносить, потому что он с Эльдорадо тут тоже неплохо оторвется сейчас. Хотя в прошлой игре человек с Эльдорадо... Кстати, в прошлой игре человек с Эльдорадо его вынесли вторым. Он сначала вынес соседа, а потом Лаки Лузер к нему пришел и вынес его. Так и же имен, но не боюсь. Это тонкий на мёд, походу. О, присоединилась в класс. Я не помню, я снова и рос лаги у человека, чтобы он кого-то выносил вторятость. Ты про кого? Про лаги. Ну вот. Так, трик шиницы, знаешь, попробуй не устроить. У меня очень хороший... Да, блин, классно. Я тут, короче, сижу в тундре за Фивы. У меня очень хорошая ситуация. Хорошие предпосылки для победы. Я не видел. Просто боль. Рядом не знаю, куда второй год отставить. Я же посчитал, сколько у меня будет городов, где они будут стоять. Так, сейлинг. Так, в золу, что, как территорию нелитого? По лагерю варваров. Блин, австрийц где-то вообще далеко от меня, честно говоря. Мы хоть и встретились, но он где-то очень далеко. Так, ну, блин, наверное, сюда надо. Или сюда. Нет, наверное, сюда. Да, тут просто есть уже... Привет, Инг. Привет. Здорово. А ты Осирию выбрал, да, себе? Угу. Ты куда за узбушь город ставить-то? А ты нашел уже австрийца-осириец? Не-не, я только тебя нашел. Я буду ставить выше лагеря варваров. Так, чтобы досуга. Где-то тут рядом должен быть австриец. Я его пытаюсь... Ты меня не нашел, ты просто встретил моего скаута. Я вот отсюда в клетках, не знаю, 20, наверное, 25. Ну, то есть, пока что можно засохнуть спокойно. Ну, да. То есть, ты под пшеницу будешь ставить, я так понимаю? Да, правильно. Я жду пшеницу и банан. Вот это плохо. Все-таки с этого лагеря нашелся. Да, я думаю, это вполне устроится. Варвар. Ну, как бы, не сильно. Проблема моего вот этого вот... Ну, там у меня вариантов нет. В том, что он не защищает ни себя. Которые... Такая маленькая писюлечка из двух клеток. Нет смысла туда идти. А, вот австрийцы, ясно. Так что, мы воюем или как лично? Ну, это теперь решать, я сказал, свои планы. Ну, давай до какого-то хода определимся, не будем воевать. Ну, давай так. Какой ты хоть хочешь предложить мне? Давай, 50-й. Так, надо отойти. Потому что если сюда встанет, да, на лошадь, то он может захватить мою. Ну, скорее всего, на лошади встанет, собственно. А, нет. Блин, ну это хреново. Ну, к чему он туда пошел? Дурацкий варвар. Леша, у тебя какие планы на Кельманджаре? Я оттуда очень далеко. Я там не смогу поставить город. Ну, точнее, как я, конечно, смогу когда-нибудь поставить город. Но то, что я там поставлю город, ты можешь не волноваться, если ты решишь. Потому что я... А вот Эльдорад. Ну, там еще Эльдорад дошел. Сириец. Да, я Веллингон, кстати, нашел. А, вот Зулус. Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте двагис.ру. Двагис, если быть точным. Может, тут оставить этого. Блин, если он сейчас сюда встанет, я потеряю посел его. Я дебил. Хотя, почему дебил? Меня это не особо смущает. Я его отобью, зато с варваром расправлюсь. Так, давайте мы потихоньку будем так вот подходить. Просто все время забываю, что у меня юниты по холмам бегают. А вот и вена. Да, тут такие сладенькие места у австрийцев, конечно. Ох уж, это пузная австриница. Три соли, нифига себе. Там еще две лошади, две пшеницы, я тебе больше скажу. В столице у австрийца три соли. Две пшеницы и две лошади. Ну, я еще... Вы поняли, кого выносить надо. Зулус, как бы, на твои хрупкие плечи. Ну, блин, мне просто реально далеко туда. Просто далеко. Хотя, тут Асирис, может, там еще сверху где-то, да? Сверху, как раз-таки, Зулус. Так. Есть счастье. Но мне надо очень осторожно тут вырубать лес, потому что... Тундра очень мало чего дает, а лес хотя бы будет давать производство и одну еду. Ну, мы же тут же заключаем мир с городами государственными. Да. Только при краже рабочего, при всех остальных. Ну, да. Да, две пшеницы, лошади, да. Асирис, чувствуешь, ты достаточно близко ко мне с правой стороны, да? Ну, относительно. Блин. Сейчас разграбят мне тут все. Будем дружить. Так, надо. Я за мир и за любовь. У меня тут есть острее. Армию какой-то был грузить, подстроить до конца. Ты же там, под мой столец, не собираешься, города ставишь. Нет, ладно, таких меня нет. А я доставил. Ну, тогда точно будем душить. Леша, ты ниже, выше, Килиманджаро. Ищи. Блин, вот вам везет, у вас там всякие Килиманджаро. А у меня равнинные филы. У меня просто что, агрессивные варвары? Нет. Нет, тут просто очень много места, поэтому... У меня варвар реснулся за два хода новый. Я удивился. Эх. Перекликал меня австриец. Да, разграбил. Да, мне нужна армия, потому что иначе я с этим лагерем просто не справлюсь. Так, вот у нас и лагерек. Так. Варваров, конечно, их правда очень много. Варваров, потому что счастье надо. Так, знаете, надо подумать, куда ставить. Может поставить... Ну, надо около горы ставить по-любому. А вот где? Может, либо на эту овцу, либо на эту овцу. Я не могу решить, куда лучше. Конечно, я могу тут вообще поставить. Ну, блин, это слишком выпирание такое. С другой стороны. Завелся, я там сверху пройти вообще можно или нет? Нет, ну, все, как бы на лево ты уже никак не пройдешь. Только если вот будешь снизу на втором дне, то наверняка уже мой город, граница расширится. Ну, там слева только Гену и Эфиоп, так что... Надо, кстати, менять защиту, прообещать. Да нет, не блядь. Ну, блин, наверное, надо тут ставить город. Конечно, не очень. Местом, блин. Слушайте, варвары, ну вы достали. Так, пойду-ка я серебро обрабатывать. Так. Валет-то защиту пообещали. Веллингтон защиту. Куалампур защиту. Блин, мне, наверное, все-таки придется сбегать какими-нибудь колясками к австрийцу, иначе он тут улетит. Ну, блин. Мало того, что он Эльдорадо нашел, то есть... Да у него еще и старт офигенный. Ой, блин. Сейчас захватит работа. Ну, вот это я из-за этого ненавижу инков, что... Ну, давай. Нет. Фу ты. Фу ты, ну ты. Ну, уже копейщики идут. Класс. Так, что мне надо для счастья? Ну, давайте уже, где мы письменность откроем. А что все замолчали? Я вот думал, вестили и поселы без прикрытия или не вести. Интересно, то она растила уже армия 20 тысяч. Зулась? Австриец. Австриец. Так еще бы человека перепугали. Блин, за 2 тысячи вообще-то. Это приличная армия, наверное, там, если это лучники, они копеечки, то есть нести могут. Два дуболома, один копеечек. Не ври, у меня 3 копеечка, я по армии второй. Это, блин, достали эти варвары. Я не есть, что хуло, блин. Два дуболома, один копеечек. А, он сейчас будет грабить меня. Ой, боже ты мой. Что за фигня? Да, очень интересная пангель. Я на таком, каком-то, извините, члене. Там, мошонка, это вот. Это, блин. Могу, в принципе, и не лечиться. Хорошо, что не на воде этот лагерь. Ну, перестраховался на всякий случай. О, можно с Катманду задружить. Ну, я подожду, пока он белым станет, чтобы можно... Ну, в смысле, уйдет красное, чтобы уничтожить лагерь, я стал союзником Катманду. Так, еще одна ггшка. Так, ну я, в принципе, ниндзю и киликону только не нашел. О, блин. Надо сюда идти вот этим чуваком, попробовать освободить, отдать ему рабочего и засоюзить Генуи таким образом. Куда они вот прутся через меня все? Обалдеть. Так. Нет, пускай пока тут амбар так строится. Так, у меня есть счастье для еще одного города. Ой. Случайно нажал. Так. Ну, пошли пока исследовать, вернемся к этому лагерю, когда подойдет дуболом. Дуболомы, кстати, можно через Килиманджаро провести. Миндзи, а что за чудо такое? Килиманджаро далеко. Кратор. Миндзи плюс 4, что ли, к чуду взял? Который 2, 2, 3. Баринджаро, да? Ну, 2, 3, который дает. Барин. Ну, похоже, парика нашел. Так, ну, пошли с тем лагерем разбираться. Кто, кину и рабочего ворвал? Не знаю. Не я. Фиоп, наверное. Не, 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 я расспрашиваю. Так, ну, что такое вопрос к Оликсинамбену же есть? Наверное, давайте... У меня был вопрос, у меня ворвалинный обмен есть. Хочешь дам. Согласен. Причем, самое прикол, то, что у них копейщики дождается вот не одного, а не один дуболом был. Ого. А все остальные полностью копейщики. Вот что это за подстава? Так, что, какой-нибудь есть ликсинамбен или нет? Есть, но я надеюсь, ты там не собираешься моего рабочего захватить. Походу, ниндзя и... Ну, вообще-то, собираюсь. Нинк. Блин. Не, не, Зулус, я понимаю, что у тебя тут так проблемы с австрийцем будут, я не буду тебе никак ничего гадить. Спасибо. Слушай, я правильно понимаю, что ниндзя с киликоном на какой-то тоже как-то отдельно вдвоем получается, да? Ну, как отдельно, я за ггшками, но у меня полностью тундра. То есть, у меня вообще-то печаль... Я тоже за четырех ггшками и никого не вижу больше. Просто вижу четыре ггшки вокруг себя, я даже не стал дальше разбирать. Я знаю, что я занеслится не буду. ...серебро обрабатывать. А тут пошли с лагерем разбираться. Бол, мне надоело, что он сюда прется. А потом... Ну... Окружим этот лагерь. И будем... Хочу дождаться, чтобы Катманду полностью тут... Выздоровел. Ну, мне, кстати, не очень хорошо. У меня рядом городов-государств только один Катманду по-хорошему. Если уж так говорить. И он, кстати, вот не дает мне рядом с этой горой город поставить. Блин, атакует меня варвар. Нормально? Так, ну тут как бы вариант один, собственно, вот сюда ставить город. К сожалению, раз, два, три... Ну, до пятого... На пятом радиусе до мрамора он может дотянуться, кстати. Ну, просто около горы. Тут надо около горы ставить. И мне надо еще будет четвертые города в любом случае. Блин, я так хотел это чудо построить. Четыре. У меня перейдили. Ну, кстати, я, например, не сильно отстаю. Ты, кстати, построил это чудо. А кто это у нас так город отжирает нехило? Это все Эфиоп. Это все Эфиоп. 24. 24 жителя уже у него, да? Какое 20 жителей? 7 жителей. 7 жителей, отстаньте. Значит, ты обманываешь, слышишь? 7 жителей, не вру, зуб даю. Да, слушайся. Знен отзывов. Зуб ниндзя, да? Ну, старитесь, не верит. А кто не верит, да, не посольство? На письменность кто-нибудь открыл? Раз бы я открыл. Эфиоп открыл, как иных-то не верит. Кидайте в посольство, нормально. Да? Я с Раины поднял. Отмаски. Не веришь, жалкая попытка. Блин, сейчас пойдет мне... Да, надо, походу, вот тут встать. Пойдет просто железо гравить. Да, Эфиоп, подводишь ты нас, конечно. Нужен еще один копейщик. Тут что-то... Ну, тут будут лютовать варвары, потому что открытая территория такая. Так, постоим. Возьмем огонь на себя. Тут вот так встанем. Кстати, у кого-то и 22 промки уже. Австриец. Вполне возможно, у него такая есть территория. Только. Да, у вас тут будет 22. Мне бы эту промку. Надеюсь, как эти Зоус в волю пошел. Да. Ну, на самом деле, австрийцы выносятся, если... А, австрийцы, кстати, пошел в традицию, я так понял. Да. Ну, Зоус, все в твоих руках, на самом деле. Я понимаю. Ты все можешь... Я не копчу его. Эту промку можешь все себе получить, собственно. Это, я думаю, у тебя большая ошибка. А вы-то потом что делать будете? А я потом загублю развитие свое, пока буду заниматься с тобой, так что не переживай. Не знаю, меня вообще ничего не волнует. У меня все хорошо. Все хорошо. Ну, типа мне, не часто, вот плевать, вот там кого-то будет вносить. Я не буду полноваться, еще того, что будет лидеры. Может, включение, что уже пока пойдут ко мне. О, я его повстретил. Здорово. А где ты рабочего? Гену испер рабочего, да? Да, я испер Ругену. Я ждал его, я стоял копейщиков, прям ждал. Знаешь, пока он на лестнице. А если бы Фил обзнал, что... Тащи, я спрашивал, типа, где рабочий. Да, на самом деле, рабочего Гену испер. Вот, варвар, вот тут. Если бы Фил обзнал, он мог бы... Ну, я прихожу, смотрю, обработанное благовоние рабочего. Не портить отношения. Вообще не доумеваю. Да блин, дохары тут. Так, захватить не может. Так, расскажу. Ты не веришь, смотри, у меня семьи. Вы видите, как он... Я тебе верю. Почти рассказывает. Зулус, ну что? Сороковой ход. Что мы? Ну, хочешь объявляй имя войны, мы с тобой не хочу пока вырос. Не, он так я тебе предлагаю. Дальше продлить. Ну, да, как долго ты собираешь? До 50, ну, давай на 10 ходов еще оттянет. Нет, давай побольше. Побольше? Насколько побольше? Да. Давай 50, тебя устроим. Я не знаю, австрий, австрийц... Насколько? 60. Ну, 20 ходов еще будем каждые 20 ходов следить. Хорошо. Заговорились. Так. Давайте-ка попробуем великий маяк теперь построить. Зулус, может быть, тоже мир заключим надолго? А ты кто? Я Ассирия. Ассирия, с тобой хоть до 80-го. Ну, я бы до 100-го предложил минимум. До 100-го? Господи, как далеко оттянет. А что у нас тогда уже откроется? А может... Ну, да, ты. Великую библиотеку попробуй. Сотый ход Арта. Хорош, а ты хорош, слушай, сотый ход Арта. Если кто-то строит, я деньги получу. Я предлагаю оставиться на свете и по мне. То есть... Не, ну, давай, как это было неплохо. Блин, вот это я зря. Сейчас мне с двух сторон могут атаковать. Главное верить чудеса. Где у тебя Ниневия, ниже города есть, не собираешься ставить, то все в шок. Не-не-не, я направо собираюсь. Ну, тогда точно договоримся. Будем ли, может быть, в мире процветания. Я такой мирный традиционник буду. Я пью ему не верю. Я верю в людей. Ну, что это, о, Аттол еще, неплохо. О, привет, Мюнс, так тебе кажется, близко. Может, надо было мне взять на рыбацкие лодки пантеон. Ну, как, близко, за ГГшками? За ГГшками и за горами, но вот именно по кляткам ты близко. Да, ну, это такое близко, что ли. Не, войны-то, понятно, не будет. Просто близко именно в плане того, что тебе караваны пускать можно. А ты, Дж, Дж. А, ну, это да, можешь пускать. Отойду обратно. Мне тут страшно. Ну, на холме, кстати, нормально будет стоять. Скаут, если вот начнут сейчас. А где ты меня нашел? У меня скаут на две прокачки на разбитку. Я в Сибирище око. Видишь его? Нет. Завинься с вами. Рабочек не, а вот вижу. Вот, а он видит твой меропис и всю эту фигню. Ой, а куда ты город тащишь? Под гору? Да. Ну, типа, смотри, ты где будешь стоять? Просто скажи мне, я тебе скажу хорошо. Не на твою сторону, горы. А, ну туда вообще никаких вопросов. Вы можешь даже не править. Ну, мне тут некуда ставить. У меня тут тундра может пройти. Минус этого города, что тут нету никакого ресурса роскоши. Ну, только уникального я имею в виду. Так я могу, конечно, крабами меняться. Зачем нужно еще разведчики, чтобы насмотреть территорию? Не знаю. Ты думаешь, я им пришел просто так? Вдруг тебе его убьют, случайно. Ниндзя, лучше со мной не сорси. Слушай, Зулус, тебя не волнуешь, что там тебя обходит по флангу австрийский скаут? Да, я вижу, вижу. Ну, он, я думаю, все-таки идет туда просто в Гену. Не знаю, куда он его движется. Кстати, да, австрийец, куда ты вообще идешь? Леш, не нагнетайте там ситуацию. Просто разведывай. Мы, кстати, и Алексей заключили с ним мир, так что... И что? Навсегда разве? Ну, нет, мы просто разведывай. Просто судя по тому, что Зулус пошел в волю, а ты в традицию, то я бы на твоем месте не сильно на этот мир надеялся. Это как раз в любом случае, даже и не спеши. Ты, кстати, между прочим, очень неправ, австрийцы. На твоем месте я бы скорее напал на Зулуса просто потому, чтобы он не смог свои канды построить и наклепать там этих... Хватит нагнетать обстановку. Копейщиков с прокачкой. Так Леша же выгоднее нагнетать. Вы воюете, Леша развивается. Чувствуешь, слушайте. Вот, да. Там я вообще пофиг. Вы от меня настолько далеко. Я просто... Да, дело не глепонита сегодня в том, что послать игроков. Что? Ослабить? Девушка недалеко далеко. Не, ну, ослабить игроков. Не знаю, как по поводу тебя, я просто особо не вижу твою тюрьму. Но по поводу австрийца мне бы очень хотелось, чтобы его ослабили. Я думаю, все бы хотели, чтобы его ослабили. Леша, на тебе добровольно посольство предлагаю. Зачем мне? Ты можешь принудительно его заставить. Нет, в смысле посольство свое просто отдам. А, то есть вы мне все... А зачем вы так делаете? Да, я просто ничего не скрываю. То же самое. Не, ну... Манная игра, у... Мне, кстати, да, надо репортить. Ребята, вы просто понимаете, у австрийцев, просто поймите, у австрийцев, вот прям конкретно рядом со столицей, уже давным-давно в его этих, три соли, две пшеницы, две лошади, железо и благовоние. Столица на холме. На холме. У него еще в зале... На холме и рядом с рекой. То есть, это такое вкусное место. Я вообще-то давно такого не видел, чтобы у людей настолько все классно было. Так он еще Эльдорадо встретил. А, и плюс еще Эльдорадо, да. То есть, он еще купил посила, и третий город он даже не строил. Вы мне лучше скажите, у кого есть люксинный обмен. Вот это интереснее сейчас. Ну, у меня крабы, крабы скоро будут. Это Фифио. А, ну я тебя еще не нашел. Но мне же, мне бы жемчуг не помешал. Какой-нибудь жемчуг есть? Я предлагаю вина, что... На меньшем и скором будущем узулся будешь. Вот да, узулся, мне тоже интересно было сейчас спросить. У тебя есть на обмен, что они там ходов через шесть? Через шесть вряд ли, а через двенадцать наверняка. Ну, тогда с тобой еще и торговать будем. Успелись. О, ты там разберешься с варварами, да? Да. Фига себе, сорок шестой ход. Ну, хотя Эфиопия... Для Эфиопии это еще такое. Я думаю, что он еще скоро этот, да, идет австрийец. Он же на соль взял. О, Катман Думни. Ух ты. Ну, походу... Ладно, даже бы с раунга. Вообще. Изикатка. Супер-эзи. Или даже больше скажи. Я строил Артемиду, я бы мог быстрее поселков построить и быстрее было бы. Блин, может лучше библиотеку здесь быстрее нацколледж поставлю. Так, здесь важно захватить и отдать рабочего. Ну, отлично. Ну? В общем, Киликон, ты немножко затупил, конечно, с Генуи. Я так надеялся, что ты этого не увидишь. Ну, смотри, у Генуи обработаны благовония. Я догадался, что брат на другой стороне. Варвары сперли рабочего. Я приперся сюда двумя юнитами. Это Генуи от меня вообще хрен знает где. А я не видел, что там лагерь. Ну, так можно же догадаться было. У нее клетка уходит в сторону вот моря. Мне показалось, что у нее клетка там сбоку, и вот она туда рабочего отправила. Ну, знаешь, если я скажу честно, я и так одного халявного рабочего получил. Так что, ничего страшного. Нормально у вас там халявные рабочие. Ну что, будет моим? Ни одного не получил. Нет, тоже. Библа или нет? Кстати, австрийцы строят. Так, пойдем засвечивать. Наверняка тут тоже есть какие-нибудь лагеря варварские. Ну, давай, давай. Библа моя. Библа. Ну, я возьму, естественно, колосс, как вы понимаете. А что, там больше ничего нету, что ли, нибудь? Давай, пожалуйста, давай, давай, давай. Да блин, да, тут одна, тут что тут есть. А, то есть я твой дизайн-засед. Да, и почему у меня места печали? О, ниндзя, ты ко мне воевать все равно пойдешь, ты что-то. В смысле? Можно же не пугать. В смысле? Потому что у меня будет топовая армия, всю демографию. Да не пойду я к тебе воевать. Мне просто, я не знаю, я тебе потомки не доверю, чтобы с тобой воевать. Так, теперь я, пожалуй, все-таки колосс сначала построю. А потом уже маяк. Четвертый город. Четвертый город где-то вот тут на снегах можно поставить. А может, Катманду захватить вообще? Слушай, а что я держу этот лагерь? Фик с ним. О, ты близко. Какой близко ты видел, там, перешейк между нами? Ну да, на смысле близко, что сосед. Ну как, потенциально-то. Ну хотя бы, кстати, можно сразу пойти в теологию. Вполне близко, да можно спустить караваны. Если, может, караван с караваном сарайом, то это близко. Тут все, да. Копейщик, блин. Так, Веллингтон что-то моим другом стал. Куала-Лумпур что-то моим другом стал. Вообще непонятно. Валет-то хочет. Ну я у Гену и так в друзьях. Можно пока не нахуй. Можно просто для нее ассирию и так найти. Вернуться этим дуболомом. Скажи мне, Ниндзи, хочешь мою веру? Я думаю, у меня своя будет. Эфиоп, я хочу твою веру, неси ко мне ее. Ну я, слушай, помогаю. А что у тебя за вера? У меня будет промка и, скорее всего, какие-нибудь здания. Ты возьмешь какие-нибудь здания, купишь их, а потом мою веру принешь. Или лучше маяк, слушай, давайте сначала маяк. Потому что колосс никто не будет строить еще явно. А маяк мне вот производство даст. Возможно, что и да. Да, еще я не откажусь. Ну я бы тоже не отказался. Тем более, что мне еще неоткуда пускать этот второй караван. Вот у меня будет один из Тивана. Так, Леша, разведусь сколько хочешь, рабочих не воруй. Договорились? А если бы ты мне это не сказал, я бы мог воровать, да? Нет, просто не воровать. Но раз ты мне это сказал, то теперь не воровать. Теперь все, теперь нельзя. Поезд ушел. А может, оставим интригу, а вдруг сворую? Как тебя? Посел, а куда поставишь город? А, вон, вино, видишь? На воду там рядом бахнет. А, окей. А ниндзя далеко отсюда? Снизу пойдешь. Можешь внести, я тебя проведу, так сказать. Скажу, пожалуйста. Я тоже разведусь, убежать искать вас. Слушай, Зулуса, я как-нибудь могу к ассирийцу пройти через тебя? Да, можешь. А через меня, слушай, похоже, уже нет. Если ты ниже австрийцы не можешь уже пройти, то полосы границы закрылись. Вы же тут закрылись. А вот если я сверху через войну, или там далеко, долго по твоей территории идти? Ну, нет, там достаточно далеко. Ты вот здесь и совсем сверху пройдешь, там идет клетка пустыни, где жемчуг, там тебе одну клетку всего лишь перескочить, я переживу. Ну да, я вот туда и хочу. Да, хорошо. Скажите мне, люди добрые, у кого есть фиксы на обмен? У меня не скоро будут. Он у меня есть, но я Зулуса уже пообещал. Ой, ладно, забей я чуть-то. Я тебе веду обработанное, мне обещать мне вообще не интересно. Если тебе, то раз, два, шесть, пять ходов мне осталось, чтобы получить. Кстати, какой ты мне собираешься? Я тебе шелк предлагаю. Я хлопаю. Ну все, все хорошо. То мало ли у нас с тобой одинаково, собираюсь торговать. Ну вот тут смогут террасы, но они только два яблока будут давать. Ну как бы это нормально, в принципе. Вот тут терраса будет три яблока давать. И тоже два. Так, мачо растет. Через десять ходов смогу нацколледж построить. Ух, ничего тут городов наставил. А как же пассивочка. Офиг не ее. Сколько городов уже? Ясно. Уфиг уже четыре. Ну вот видите, он чисто в развитии пошел. Ради бонуса войны, демографии потом оказывается внизу, а с четырмя городами. Но мне тоже нужен четвертый. Мне, походу, еще придется Катманду захватить. Потому что иначе тут... Просто знаешь, ты можешь оказаться внизу по демографии. Только из-за того, что ты не сможешь расти. Больше городов, не сетей люксов нет. А ты думаешь, почему он вопит постоянно, дайте мне люксы на обмен? Не, ну сейчас, да, нету, а так-то потенциально у меня будет счастье. Я возьму верующего в каких-то время, типа, пагать, либо там храмы. На самом деле, тут тоже определенная опасность есть, потому что он начнет воевать и, как бы... С кем? С тобой? Вот-вот-вот мы и кайф начнете через горы. К Зулусу идти через перешек. Не, я к тебе не поеду, я тебе сразу говорю. Единственная война, которой мне может быть, то, что Леша захочет прийти в фрегатами в мои гмэшские города, блять. Ну вот, так ты вот ему не доверяй. Че ты ему не доверять? Придется, ну этот, Леш, я оставлю сейчас твой посел, а ты просто проходишь и не забирай его, я надеюсь. Хорошо. Я тебе говорю, у меня ближайшая война, это вот фрегаты, может быть, потому что, ну, блин, все остальное смешно. Ой, я тебя где-то, Леш, нашел. Да, у вас скауты там же вы видели. Или это ты меня нашел? У вас скауты, у Ларибелки стоят. А, у меня просто на равнине стоит, на лугу, поэтому я его не вижу. Что у Леша уже два года поставил, ничоси. Петр, Раш, Леш. Да. Не, не открыл. Че-то, долго философия, да? А, не, железо. Железо, в смысле, отработку железо, ты хотел сказать. Ну, да, да, я просто старел, я скорее всего Леша, он же на воде ему в колосок, прикольно. Ну, философия еще может. Я сомневаюсь. Ну, как ты на воде, философия, скорее вот ты откроешься, нигде философия. Почему у нас колледж? Быстрый. И че? Че он дает? Науку. Нет. Да есть все равно такое-нибудь потом. Но ты там на начале раньше науку, это вообще безусловно. На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну, и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока, удачи и играйте в умные игры.